посетили японский ой японское судно посмотрите какие тут пески тут песчаный заход заходы есть вам это тоже дайвинг место вот смотрите тут песок ой не знаю плохо видно но чем тут песчано-каменистая почва и по крайней мере можно наслаждаться заходом воды море в куламбине там почва почвы нет под ногами камни разъезжаются здесь же заход в воду прекрасен по крайней мере можешь спокойно зайти одеть ласты и что мне понравилось где японский враг потонувшая судно маленькое такое когда заканчивается дайвинг она как раз на пяти метров затонула ну то есть лежит можно насладиться видами рыбок плюс пять пять метров две минуты как бы обязательно стоп дайвинг как говорится прекрасно можно насладиться видами подводного мира это ну как забавно интересно не зря потраченное время потому что бывает иногда должен пять метров какой-то в воде просто стоять а тут как бы интересно в общем такой милый милый дайвинг место видела а кто посыпал осьминога видела большом кстати огромный в расщелине сидел огромную улитку они назвали мне как она называется она такая темно-синяя но это конечно на глубине 15 метров она у у нее два рога а на спине еще что-то какие-то там типа как у верблюда горф и там цветочек очень много огромных улиток домиков которые огромные по 10 сантиметров но вот это улитища была наверно сантиметров 10-15 милота просто в моменте здесь почище почище видимо от головы управы зависит ну как бы грязище поменьше или это все просто ветром сдувает или все же они должны собирать мусор ну что же туалет чистая бумага есть в общем все безопасно никто ничего не воруют они тут безопасно типа все следят ничего нас не тащили все нормально но на принципе вещи то были в машине вот смотрите вот чисто как бы грязюки нет пластика не валяется это вот отличие от туламбан туламбан весь хламом завалит здесь как бы чисто возможно вот ну как вон пару пластиков но тут были эти контейнеры для мусора я видела видео наверно такое будет мутное примутное потому что это аппаратов снят а он не предназначен для видео в общем вот такое побережье приятное тут песчано-каменистая почва дно почва говорю дно вон там вообще песчаные пляжи сказал что вот на таком кораблике мы будем дайвингом заниматься вообще-то как бы для рыбаку предназначено одевать говорит надо жакет в воде я сказала что да без проблем оденем главное расслабить жакет у меня у меня вообще жакет отстегиваются лямки все и это очень удобно и снимать одевать вот с 15 литрами я плаваю дайвингом занимаюсь вот видите мусорка собирают они здесь как-то почище тут такой более ухоженный вид у деревни этой Амель где как раз живет этот целитель по-моему здесь есть по-моему здесь есть узкая дайвинг база немецкая дайвинг дайвинг школа называется белый песок white sun что-то такое дайв по-моему у меня есть такое чувство что здесь русская база есть дайвинг база русских я видела только на монументальных храмах те храмы там русские туристы русскоговорящие кто ж такие я ж не знаю откуда вон видите собирают тут как-то чисто вон пластика не собирает но нам наш гид сказал что пластик вообще-то собирает и за эту денежку дают вон что-то у нас вообще какой-то петла это все видите от главы деревни зависит он у них как-то чисто ухожено можно сказать ухожено называется ухожено не чисто а ухожено ну как быстро люди заставляют убирать я так думаю но он сказал что в школе детей обучают не бросать не кидаться мусором но что-то плохо заметно что дети занимаются уборкой мусора и что-то там делают для очищения своей родины вот так вот здесь это помню нас в советское время гоняли убирать окурки пластика ну пластика тогда не было окурки в бумагу за территорию школы на территорию школы было чисто за территорией и значит что по газонам не ходили у нас было дежурство выставляли нас и мы стояли такие и говорили дяденьки не ходите по газонам идите в обход хотя такая дурацкая вещь знаете надо было как в Прибалтике было такое явление там сначала всыпалась земля перед новостройками люди ходили а после этого делались дорожки и это было очень удобно а у нас же нарезалось все квадратами естественно кто будет ходить с работы то устаешь наперед и рассекаешь этот газон вот вот так вот видите чистенько вот чисто ну тут это конечно территория отеля мусорки они собирают вон мусорные видите контейнеры защищенные бетонные какие-то блоки куда они мусор скидывают ну в общем как то все так ухожено о песчаные пляжи песчаные пляжи так что ну мини-маркетинг у них тут много у нас мини-маркета два в одном кредитные карты принимают в другом нет ну и кредитные карты принимают когда интернет работает если не принимать не работает то и все плати деньгами живыми в общем 500 евро за где-то полторы недели ушли как сквозь пальцы плюс еще заплатили за отель еще муж наверное в воскресенье заплатит за эту неделю напитки а я не пью я это заказываю фрукты а там всегда арбузик и мне не надо никакой воды арбузы наемся, фруктов наемся вначале а потом ем я как это аровидическим методом питаюсь индусы говорят сначала надо фрукты есть а потом уже за еду приниматься в общем я решила попробовать этот способ ой мангустинов надо заказать килограммчик говорят прям какой-то великий фрукт против рака куча витаминов но он дорогой в интернете стоит до 5 евро килограмм 5 долларов у нас вообще продают этот мангустин по 3 штучки 2 евро упаковка но он такой вкусный мне вот этот нага фрукт понравился нага фрукт драконий фрукт потрясающий он так чистит кишечник кто хочет скинуть вес вот его на поле кушать и я смотрю что я как-то у меня ну во-первых каждый день массаж мы делаем часовой у меня у меня вода ушла с организма ну как постройнела тут у меня вот эта лишняя вода ушла у меня не жир у меня вода у меня нет жира у меня вода ну это женщины у них фигура у женщин такая а мужчина вода не накапливается в организме у женщин в основном накапливается в организме вы думаете женщина жиробаска толстая а это не жир это вода там надо в воду гонять это мне еще Данте массажист египетский сказал он такой вообще у меня так классно он мне лимфодренаж сделал и тут в общем девчонки главное им сказать пао массаж пао массаж типа посильнее там типа давите они мне так она мне вчера так всего надавила но аж я такой человек который боли не боюсь и то рефлекторно ноги дергались у меня ну вот видите что тут у них порядок аэроведа какая-то видимо этот отель аэроведический тут кстати йогу что-то смотрели там гест хаусы на стороне горы это сторона моря там типа пишет йога по утрам в общем вот тут как бы более такое курортное место вчера дайвингом занимались с немцами немцы значит живут на этом полуострове где серфингисты белый песок живут они но уровень от отеля 6 звезд ну выше кимпинский ну я так думаю за две недели они 5 тысяч за него заплатили но они такие говорят мы этого отеля то не видим мы каждый день путешествуем по Бали он типа говорит оно не стоит того ну что вы платите огромные деньги за отель вы в нем не находитесь знаете а тут у нас тоже каждая чистая постель полотенце меняет хочешь поменять крикни они сразу принесут в общем оно того не стоит но есть конечно люди которым нужна особая публика ну например наши знакомые они они такие деньги денег полно но он не любит такие пафосные заведения я не хочу типа я хочу ходить в майках футболках типа не хочу хотя деньги есть просто у каждого свое жена для успокоения ездила посмотрели они этот пятизвездочный отель который они хотели сначала зарезервировать жена сначала на него обижалась потом говорит да нет все правильно мы сделали не стоит оно того говорит одно и то же ну просто высшим классом обслуга и вы просто не будете пользоваться ночью немцы говорят зря мы это сделали типа огромные деньги отдали и мы услугами этого отеля не пользуемся купаться невозможно потому что огромные волны в общем наслаждайся в отеле в отеле тоже не наслаждается утром уехали вечером приехали в общем вот так вот оно если вы занимаетесь дайвингом то эти пятизвездочные отели вам не нужны на Бали о там яхты кстати мне скорее всего мы кажется о здесь яхты это ну видите там с четырьмя моторами яхты такие в общем такое видимо хорошее место вот здесь мне скорее всего мы будем дайвингом заниматься ну что так миленько вот вот в общем они как бы полу расстроились что зря деньги отдали ну такое пафос ну немцы не такие как любят поэкономить но они кстати не экономят на поездках всяких по острову они говорят ну каждый день ездят туда-сюда туда-сюда поэтому они как и жаль что мы такой отель пафосно резервируем потому что мы тут его и не видим ну такая была главная мысль вчера ой такие приятные люди тоже Мант я видела на Манта Пойнт в общем то что в Орел и Решка показали это для ну сноркингом там занимаются люди нас повезли совершенно в другое место я видела это где там бултухается эти орел и решка бултухалась нас повезли еще дальше там потрясающие красивые виды ну я не сфотографировала не успела у нас просто корабль быстро мчался по волнам 22 градуса воды под конец дайвинга у меня ноги надо было холаста прижимать к телу как говорится чтобы убрать спазм Манты было 3 ну как бы вот они даже 3 приплыли фотографии были но не я делаю оп вот приехали все